Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала. Надо огород чем-то занять. Занять не в плане занятия, развлечения, а в плане что-то высадить. Какое-то культурное растение, которое принесет пользу. Посоветовали мне высадить рожь. Сейчас я быстренько пробороную, потому что тут дети у меня катались. Это в прошлом ролике я говорил о новом кронштейне для своего прицепа. Ну и уже дети тут осваивали сельхозтехнику, достаточно сильно утоптали. В общем, сначала сейчас пробегусь быстренько бараной и буду сеять рожь. Ну а потом еще раз бараной попытаюсь закрыть. Там уже, наверное, в этом случае стоит одевать на борону колесико, которое контролирует глубину. Также есть комментарии посадки к копанию картошки. Для чего ты снимаешь, почему ты снимаешь. У кого-то там что-то прикипело, у кого-то что-то там надорвалось, у кого-то что-то вскрылось. Ну, ребят, не нравится, не смотрите. Ну вот я не знаю, для чего ты снимаешь. Ну потому что мне это нравится. Что вы хотите увидеть? Идеальный результат или как оно в жизни бывает? Показываю жизнь, показываю свою жизнь, хочу поделиться вот то, как происходит у меня в жизни. Хочется, скажем так, такого общения. Когда начал дом строить, когда начал создавать что-то вот на участке, вот хочется же об этом всем рассказать. Тем расскажешь неинтересно, тем неинтересно. Каждый же живет своей жизнью и не каждому интересно слушать. И ты так находишься в каком-то как в туннеле, как в коридоре. Ты вроде бы создаешь, ты накапливаешь опыт, ты совершаешь ошибки, а также исправляешь эти ошибки. И в последующем это приносит жизненный опыт. До момента занятия ютубом я именно вот находился вот этом в коридоре, когда ты как бы делаешь, но как вот есть такой ролик, да, работаю, работаю, а нахера работаю и приуныл. Так и здесь. Начав снимать ролики для ютуба, я получил от большинства зрителей, от 95% только положительный заряд эмоций. То есть это мотивация для меня. Прибыли с ютуба я не получаю вообще никакой, там копеечные эти выплаты я даже не смотрю. В смысле, я их и не получить-то не могу, эти выплаты. Я с ютуба ничего не получаю, я вот это такое влаживаю. Я трачу свое время, я трачу электричество, я трачу, ну самое дорогое-то время, потому что на монтаж, допустим, как копал картошку, у меня ушло, наверное, часов 6 непрерывного монтажа. Все эти паузы, все это там поубирает, что лишнее там, и все равно кому-то хочется поподробнее, подольше, кому-то наоборот хорошо. Кто-то недоволен, большинство, а все адекватные люди. Ну, конечно, найдется там пару засранцев, которые либо ерунду напишут, либо хамить начинают. Ну, так как бы ладно, каждому свое в жизни. Кому-то хочется поднасрать ближнему, а кому-то хочется порадоваться за ближнего. Вот я как бы отношусь к числу тех, кто будет больше радоваться за человека, а не радоваться его трагедии, либо его каким-то неудачам. Это из разряда пословицы вот этой русскому человеку. Счастье не когда у него корова телилась, а когда у соседа сдохла. Ну, опять же, это всего лишь там 2-3 процента, какой 2-3, там даже меньше. 1 процент зрителя вот именно вот радуется вот этому, либо начинает поучаясь. Я еще раз скажу, не нравится, не смотрите, вообще никто не держит. Дверь всегда открыта, вышли и все, и не возвращайтесь. Для чего снимаю? Я уже сказал, хочу поделиться с людьми, хочу поделиться тем, как я проживаю жизнь. Жизнь скоротечена и хочется с кем-то поделиться. Кому-то это принесет, какой-то положительный заряд, кому-то интересно. Кто-то совершит те же ошибки и поймет, что он не одинок в этом свете, на этом свете. Кто-то увидит, что он не совершает этих ошибок и порадуется за это. Хорошо, это все позитив. Негатив, ну, как бы тут. Я не говорю, что не надо мне писать там гадости. Да пишите, что хотите. За всю историю канала, ему даже года нету. Из всех зрителей, ну, из всего количества комментариев и количества просмотров у меня всего нашлось до 10 неадекватных людей, которые я заблокировал. Ну и все на это. В остальном, ребята, все мы нормальны, я считаю. Не надо культивировать в себе негативные эмоции и какие-то злости, раздражения, обиды. Вы постарайтесь быть более позитивными. Ну, в общем, все. Ладно, будем работать. Что, решил на ночь глядя рожь эту засеять? Потому что завтра дождь передают на целый день. А также нет смысла сеять ее, если дождя не прогнозируется. Также зрители приглашают нас на свои каналы. Спасибо большое за приглашение. Обязательно зайду, но прямо сейчас не имею такой возможности из-за временных ограничений. Мне тут даже пришлось, условно сказать, из семьи уйти. Ну, это громко сказано, конечно. Но приходится жить на даче, чтобы наверстать упущенное за лето. Из-за жары не хотелось ни работать, ничего. Так, что-то я не понимаю, как она? Предыдущий хозяин что-то тут намутил с этим креплением. У меня семья в городе, а я сам на даче. Пытаюсь все успеть достроить дом. Также мотиваторы есть тоже. Ты, говорит, свой дом будешь до пенсии строить и не поживешь. Возможно, спорить не буду. Для чего просто это все, весь этот трех? Ну, каждому свое. Каждый хочет привнести что-то свое в разговор. Хотя, опять же, повторюсь, особо умников таких крайне мало. В основном все люди. Взрослые все нормальные. Сейчас буду семью быстренько разбрасывать. Вроде бы все убрал, все коренья. Поездил, поездил, целую кучу понаходил. Опять же, постягивал. Это при том, что и граблями проходились даже. И все равно от опроса очень много. В данном ролике я также буду периодически выскакивать на комментарии. Для кого, для чего, для почему. Зачем ты показываешь? Кто это показывает? Зачем это вообще снимать? Ну, это не ваше дело. С чего вы решили, ну, вот эти один процент. С чего вы решили, что мне вообще интересно ваше мнение? С чего вы решили, что вы будете указывать? В свое время мы тоже проходили. Там, ты то не делаешь так. Нет, не так. Да никто вообще. Дизлайк. Все, отписка и свободно. Там нет смысла, потому что не будет. Я не буду зацикливаться, пытаться объяснить что-то. Для чего? Нет времени на это. Вот, все. Это с этим закончили. Теперь идем разбрасывать. Да, и по бороне. Как я вначале мучился, как сейчас. Свободная по горизонтали и по вертикали. Болты мне не докручены. Я их не снимаю, а просто не докручены. И она также чуть-чуть где-то поднажал. И она свободна по вертикали получается. Да? Нет, это горизонт. И по горизонтали. Ну, короче, как-то так. В двух плоскостях. Все, посеяли рожь. Объем 3 дистилитровых ведра с горочкой. Поездить, позакрывать. Ну, как бы и все. И будет расти. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, даже совсем темно стало. Прогнал вдоль и поперек. Поперек, конечно, сложнее. Ничего страшного. Засеял рожь, повторюсь. Как оно тут пойдет, посмотрим. Раньше сеять не видел смысла. Потому что пыльная земля. Просто, ну, что птицы склюют, как мне кажется. Но в данном случае, если дождиком прибьет, то, я думаю, еще подрастет она. Ну, а на счет всего остального я сказал. Каналом занимаюсь на чистом энтузиазме. Потому что нравится. Потому что приобрел товарищей. Общение и положительные эмоции. Это всегда хорошо. Занимаясь каналом, занимаясь работой, занимаясь всем вокруг, ты лишаешь себя негативных мыслей, которые разрушающе воздействовали на тебя. Деструктивных мыслей. Когда заняться нечем, ну, что делать? Что делать взрослому мужику? Надо с чем-то, куда-то себя вложить. Я влаживаю себя в работу. Влаживаю себя в работу над каналом. Судя по всему, достаточно людей, которые влаживают себя в диван, в пивасик. Ну, как бы каждый выбирает свой путь. И тут ничего не добавить, не прибавить. Как есть. Ладно, боксинг с этими рассуждениями. Работал на третьей передаче. Использовал реверс. Нагрузка на мотоблок небольшая. Потому третья передача. Нагрузка не на мотоблок, нагрузка на пользователя. То есть, в данном случае на меня. На третьей передаче работать тяжело. Сейчас на улице градусов 10 тепла. Я мокрый весь. Постоянно вот эта вот работа с мотоблоком. Придави, удави. Там, эту барану поправь. Да, она свободная сцепка. Но она же не плавает свободно. Все равно ее там, когда под нагрузкой, она ее подклинивает. И тогда немножко так где-то подправил ножкой и все. Вот. То есть, жестко ее вот в горизонтали не зафиксируешь. Потому что в качении нельзя фиксировать. Потому что земля. Но это надо идеальная земля. Прямо что, это самое, как стекло. Здесь бугорки, то и все. И уже вот подправляешь, подправляешь. И это очень удобно. Вот всем советую. Болты на сцепке приотпустили. Чтобы она чуть-чуть могла гулять. И в данном случае корректируешь ногой. Видно меня вообще или уже не видно. Или только голос останется на запись. Силуэт темный. Так же по болты, которые упираются уже в сам мотоблок, в серге. Так же должны быть расслаблены. Я когда купил эту боруну, я помню, да, чуть богу душу не отдал. Руки постирал. Ну, как бы вот как, да. Как было тогда тяжело и как сейчас, насколько легко. Очень было тяжело в прошлое, в первые разы. Сейчас вообще свободно вдоль, поперек изъездил. Ну, просто, да, мокрые и все. Но, вот, ну, не уставшие как-то, да. Опыт приходит. Главное не бояться. И советы слушать, конечно. Но вот зачем, зачем, зачем? Я опять возвращаюсь к этому. Но как иначе? Никто не родился с мотоблоком в руках. Никто не родился строителем, инженером, архитектором, астрономом. Все к этому приходили, идя поэтапно. Вот пытаются указать на то, что ты не должен показывать. Ты должен уточить мастерство, да, и потом показать класс. А почему? Ну, а как, что люди должны? Не я первый, кто совершает огромное количество ошибок. И не я последний. Если кому-то, благодаря тому, что он посмотрит, не он один косячный, а я еще есть к нему в паре. Ну, вот, уже хорошо. Это уже позитив. Ну, все. На этом все. Когда вырастет рожь, буду тогда уже доснимать. Всем здоровья и добра. Хотел дождаться солнышка, чтобы показать красивую картинку. Но, к сожалению, сейчас ливень льет. Почему не садил горчицу? Потому что холодно на улице. Я слышал про нее, что ей надо тепло. Не думаю, что она бы взошла. Тут и рожь с трудом-то входит. Вот, сходит. Есть в посадке проплешины. Здесь целая была стая. И голуби, и сороки, и вороны. Я думаю, что, скорее всего, это они выклевывали. Потому что таких... При посадке таких проплешин быть не могло. Тем более, я все разгонял. Ну, а может, где-то сами проворонили. Длина стеблей уже где-то сантиметров под 10. На этом пока что все. Продолжение следует...